Врага народа Но как может быть врагом тот, кто всю свою жизнь, всю свою силу, весь свой ум вкладывал в то, чтобы этому народу жилось лучше, легче, чтобы каждый человек получил возможность учиться? Она не находила ответа на этот вопрос. Дамеш, жена репрессированного наркома Тимирбека Жургенова, была осуждена на 8 лет тюрьмы. Свой срок она отбывала в Алжире, а к Молинском лагере жен изменников родины. Несчастная женщина вместе с сотнями других узниц Алжира старалась выжить в этом аду любой ценой. Она, нежная и утонченная, до этого дня не поднимавшая ничего тяжелее дамского редюкюля, была вынуждена круглые сутки работать, месить глину, класть кирпичи, собирать камыш. Лагерь был открыт, можно сказать, на пустом месте, в голой степи, поскольку для заключенных было построено всего лишь несколько бараков. И каждый день этап пребывал за этапом, и уже эти бараки просто начинали переполняться. Естественно, это была нехватка места, переполненность, теснота, духота. Тем более, они не знали о том, где их дети. Это оторванность от своих детей. И они долгий период не знали о том, что с их мужьями. Многие из заключенных женщин только потом им уже сказали о том, что мужья расстрельны, что вы можете не ждать с ними свидания. И, конечно, погодные условия. То есть первый этап прибыл в январе 1938 года, то есть самые морозы. И единственная работа, которую они выполняли именно в первую зиму, это была сборка камыша. Поскольку они камышом отапливали бараки, в которые жили, и на сборку камыша выводили их ежедневно. То есть независимо мороз, метель, независимо от погодных условий. Вечерами в темном и холодном бараке она вспоминала всю свою жизнь и того, кто был смыслом этой жизни. В народе его называли «железный нарком», но Дамеш знала, что у «железный» ее тимкен только на работе. С близкими и родными же он очень мягок и добр. Познакомились они в ноябре 1923 года. На торжественном приеме оказались рядом, за одним столом. Жургенову сразу понравилась улыбчивая, большеглазая девушка, и он ораторствовал, стараясь произвести на нее впечатление. Ему это удалось. Дамеш смотрела на него, как зачарованная. А это уникальные, эксклюзивные кадры. На них еще живая Дамеш Жургенова, уже после освобождения из алжирских застенков, вспоминает историю своей жизни и своей любви. Весь вечер он провел со мной, и он оставил такое впечатление приятного, вежливого и в то же время очень начитанного человека. А в дальнейшем он чувствует, что он ищет встречи со мной. Иногда он приходил в институт, в вечерние занятия и провожал меня домой. Иногда он приглашал меня в театр, в кино. Я боялась, я не ходила. Но иногда он приглашал на диспуты, на лекции своих профессоров в университете. Туда я ходила, потому что эти лекции были очень интересные, поучительные, обогащающие даже знания. Я с удовольствием ходила. А ТВРВ при каждой встрече он только говорил о профессорах, о университетской жизни. И главное, он еще с увлечением рассказывал о новой жизни, о текущей политике. И даже он говорил о том, что мы должны строить социализм в одной шестой части Земли. Он обладал огромной энергией и работоспособностью, был революционером по своей натуре. И Дамеш втайне надеялась, что это она вдохновляет его на столь большие реформы. И была права, любовь к ней словно окрыляла его, и Жургенов не чувствовал ни усталости, ни опустошения. Как-то Дамеш отправилась на каникулы домой в Семипалатинск. По прибытию была просто поражена. Дома ее ждала увесистая пачка писем от Семербека, в которых он впервые, без утайки, признавался ей в любви. Оказывается, он пишет в день три письма. За три дня он написал 10-9 писем, каждое письмо. И в этом письме он излагает свои искренние, глубокие чувства ко мне с первого дня своего знакомства со мной. И в то же время он пишет, что я пока была, то есть пока я был знаком, я не осмеливался говорить о своих чувствах. А когда я вернулась в Ташкент, он уже более энергично, и уже не скрывая свои чувства, даже осмелился сделать мне предложение. Но на его предложение я ответила, знаете, Семербек, я вас еще не знаю, и вашего характера тоже не знаю. Он мне в ответ, я буду за вами ухаживать в течение 10 лет, я не покажу своих плохих качеств. Но стоит нам только пожениться, как вы сразу узнаете свой характер, мой характер. Я подумала и говорю, хорошо. Домеш вышла замуж и была счастлива рядом с мужем долгих 14 лет. До того рокового дня, в августе 1937 года, когда его арестовали, как члена контрреволюционной группировки, основной целью которой было якобы отделение Казахстана от СССР и попытка сделать нашей страну протекторатом Японии. Но арест, допросы и обвинения случатся еще не скоро. А пока Жургинов счастлив рядом с любимой женой и маленьким сыном. Малыш, как две капли воды, похож на отца. И Тимирбек старается как можно больше уделять ему времени, несмотря на загруженность на работе. В один из вечеров, обычно бывает, что редко, со мной вместе они вышли погулять. Когда дошли до Калинина, до улицы Калинина, он остановился и говорит, теперь я не помню, что было на этом месте, или площадка, или были свободные места. Он остановился и говорит, вот в этом месте у нас будет построен оторный театр. Я засмеялась. Я говорю, как тебе хочется все это быстро делать? А он говорит, поскольку у нас уже есть театр, зданий-то нет, а надо строить как можно быстрее. Ну вот так, через некоторое время, прошло, наверное, несколько месяцев, на этом указанном в Жургеневом месте был заложен фундамент. И оперный театр был создан. Его днем рождения официально считается 13 января 1934 года, день, когда была поставлена музыкальная комедия «Айман Шолпан». На сцене этого театра, основанного Жургеновым, в будущем будет поставлено немало прекрасных опер и балетов. Но «Кожжебек», первая опера, по праву считающаяся по сей день жемчужиной казахской культуры, была написана именно с подачи народного комиссара Жургенова. 1934 год. Колыбельная песня в их доме внезапно смолкла. Единственный сын Тимирбека Шоротай, его радость и вдохновение внезапно заболел и умер. Вместе с Безутешной и Домиткен они оплакивали потерю. А потом решили усыновить родного племянника Жургенова, сына его старшего брата. Смерть первого ребенка Жургенов переживал очень сильно. Он был добрым, любил детей, поэтому предложил жене, «Домитай, чтобы у нас снова появился малыш, давай по казахским традициям усыновим, воспитаем сына моего младшего брата Искака». И перевез Саула мальчика Жуманазара. Они его выучили, воспитали, относились к ребенку очень хорошо. Мальчик учился в Алматы и с большой любовью и теплом относился к своим приемным родителям, считал их родными. Его арестовали днем, 2 августа. Когда должно было быть тогда не то пленом, не то конференции, я сейчас не помню. Он, значит, я была мама в машине, он сам и говорит, я зайду, значит, в министерство, это самое, наркомпрос, мне нужны материалы, я ведь докладчик, мне нужно взять материалы. Он заходит, он заходит через некоторое время, вдруг, значит, стадент, какой-то молодой человек, очень неприятный наружности, и говорит, вас Жургенев зовет. Он меня заводит в зал, иди к ним. Я сижу, Тимурбека нет, минуты две, три сижу, пять сижу. Потом двери я открываю, там проходит его помощник. Я говорю, где Жургенев? Он говорит, он сейчас только вышел. То есть я говорю, как вышел? Он меня вызывает и сам вышел. Ну, тогда я тоже, что-то у меня еркнуло так настолько, что просто я уже не могла. У меня даже каблук оторвался, когда я спускалась с лестницы. Я, значит, пришла к машине. Сидит в машине мама. Мама говорит, знаешь, сейчас Тимурбека два человека с обеих сторон посадили на какую-то другую машину. Он, говорит, так долго смотрел на твою сторону. Он, говорит, тебя искал, все время, говорит, только я смотрел. Он ничего не говорил, но, говорит, смотрел на твою сторону. И, видимо, так и увезли его. Уже на следующий день в дом Жургеновых нагрянули с обыском сотрудники НКВД. Изъяли все документы вплоть до последней фотографии. Для Дамеш наступили черные дни. Она понимала, что, скорее всего, больше не увидит своего Тимкена. Все, кто были арестованы в то время по подобным обвинениям, просто исчезали и больше не давали о себе никаких известий. После ухода, конечно, у меня было неописуемое горе, неописуемое горе. Я пять суток не спала, я пять суток, у меня вода, воду я не могла глотать. Мама испугалась, думала, что я была в отцепенении. Мне ничего не нужно было. Мои светлые дни, они стали темными совершенно. И мама моя решила, что я рассудок свой теряю. Обняла как своего ребенка и испокаивала меня. Что ты плачешь так? Ведь его же освободят, он же еще живой. Но Жургенов не вернулся. Дамиткен частно добивалась свидания с мужем, просила дать ей хоть одну минуту, но ей все время отказывали. Лишь передали записку от мужа, доверенность, по которой она имела право получить зарплату. Даже в неволе, в самой отчаянной ситуации он думал о ней. О том, как и на что будет жить его любимая женщина. Но эту зарплату я не стала получать. Мне было слишком дорого вот эта его записка. С его рукой написана его роспись. Я хранила под сердцем его, под груди, эту бумажку. Долго мне не хотелось зарплату, потому что я работала еще тогда. Деньги у меня как будто я на зарплату жила. А когда пришли меня расставать, то идиоты при таком телесном обыске, они у меня взяли и порвали при меня. Я до слез была, дошла, потому что мне больше ничего не нужно было. Домья Жургенова, она была арестована спустя около полгода, после ареста ее мужа, Тимиробека Жургенова. Когда ее мужа арестовали, буквально на следующий день ее высеяли из квартиры, а затем ее уволили с работы, исключили из партии. И в феврале уже 1938 года к ней пришла ее знакомая, принесла ей газету, где была статья о том, что приговорены к расстрелу, и этот приговор придем в исполнение. И среди этих имен было имя ее мужа, и через несколько дней пришли уже за ней. Так варварски отплатила ему советская власть за труды и успехи. Иванова, Случака, Чудочкина, Берлина, Михайленка, Жургенова, Садвакасова, Досова, Курамысова, Садварбекова, Мусина, Кошинбаева, Султанбекова и Кенжина в выборном мире наказания. Расстрел. Вчера приговор приведен в исполнение. Оперативный приказ НКВД СССР. Оба операции по репрессированию жен и детей, изменников Родины. от 15 августа 1937 года. С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины, членов правотроцкистских шпионских диверсионных организаций, осужденных военной коллегией и военными трибуналами по первой и второй категориям, начиная с 1 августа 1936 года. Нарком внутренних дел Ежов. Домиткен Жургенова была арестована 21 марта 1938 года органами НКВД Казахской ССР. Приговорена судом Тройки к 8 годам отбывания в исправительно-трудовых лагерях. Была реабилитирована 23 декабря 1955 года за отсутствием состава преступления. После освобождения вернулась в Алматы. Замуж больше не вышла, посвятив всю свою оставшуюся жизнь восстановлению честного имени своего мужа, Тимирбека Жургенова.